Как сегодня устроено и работает одно из самых современных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России? Мои слова имеют четкое подтверждение. После введения в эксплуатацию еще в 2015 году комплекса глубокой переработки нефти, эта самая глубина переработки сырья составляет почти 100%. И даже нефтяной кокс, твердый остаток вторичной переработки нефти, весьма востребован в металлургической промышленности. Сегодня площадь предприятия порядка 10 квадратных километров. Много это или мало? Ну, например, на его территории можно уместить 4 княжества Монако. Отдельный продуктопровод выведен в сторону Камы для речных отгрузок, а другой идет к Большому Савину для того, чтобы заправлять самолеты. Все самолеты, вылетающие из Перми, заправляются авиационным топливом именно пермского производства. Всего в России предприятий, выпускающих топливо для реактивных двигателей, 5, и пермское предприятие одно из них. Из-за большой занимаемой площади завода велосипеды здесь, пожалуй, самый популярный транспорт среди работников. Да, здесь строгие правила дорожного движения, и следовать им обязательные условия. А помните, мы рассказывали, что первую партию продукции выпустили здесь осенью 1958 года. Эта установка работает до сих пор. Проводим ремонтные работы, внедряются какие-то новшества, нововведения, какие-то системы противоарийной защиты, новые. Для непосвященного в процесс установка выглядит примерно так же, как и на кадрах кинохроники 65 лет назад, но ее модернизация идет постоянно. На этой установке применяются и современные системы автоматизированного управления, и цифровые помощники, а также раритетные узлы, например, шатровые печи, которые разогревают нефть перед подачей на установку. Подобные экземпляры уже редкость для завода. С начала двухтысячных здесь построили несколько десятков современных печей, коэффициент полезного действия, каждый из которых доходит до 90%. Безусловно, ввод таких агрегатов помогает и рационально, более эффективно расходовать топливные ресурсы и сокращать углеродный след. А значит, в плюсе как экономика, так и окружающая среда, о которой не перестают ни на секунду думать нефтепереработчики. Получается, самостоятельная снопка стала, полный цикл у нас подготовки нефти. Меньше выбросов сервисных соединений, то есть происходит подогрев воздуха. Много моментов, которые отвечают, но в целом выброс уменьшения сервисных отложений. Зона ответственности Ивана Филатова – это работа самой современной установки первичной переработки нефти на предприятии. За один час через нее проходит примерно 560 тонн нефти. А кроме того, под руководством Ивана Филатова на этой установке набираются опыты молодые специалисты. Программе наставничества на предприятии уделяется отдельное внимание. Решил совместить работу и учебу одновременно, чтобы писать диплом и одновременно работать на установке. Нравится получать знания за парты и сразу же практиковать их здесь. За работой технологических объектов и количеством поступающего сырья и объемами выпускаемой продукции, а также за состоянием оборудования следят здесь, в центральном пункте управления. Взрыво-пожарозащищенная дверь. Такими входными дверями оборудован центральный пункт управления предприятия. Именно сюда стекается вся информация со всех установок. Вес этой двери почти тонна, 800 килограммов, если быть более точным. С одной стороны, работа диспетчеров может показаться несложной, ведь процессы автоматизированы. А с другой стороны, труд здесь очень ответственен и требует большого внимания со стороны диспетчерской смены. Каждая установка буквально пронизана всевозможными датчиками. Все они непрерывно передают показания на пульт операторов установок и дублируют данные сюда, в центр, в режиме реального времени. Со своего рабочего места мы производим корректировку загрузок всех объектов. То есть это корректировка загрузки, корректировка основных качественных характеристик сырья, продукции, вырабатываем нашими объектами, ну и, собственно, дистанционное управление персоналом. На предприятии и на многих участках уже реализованы принципы интернета вещей, искусственного интеллекта, машинного обучения, когда датчики и системы общаются между собой напрямую, соответственно минимизируя так называемый человеческий фактор. Информация обновляется в режиме реального времени ежесекундно, то есть она обновляется моментально. Это настоящая рабочая станция управления технологическим объектом, то есть вся информация идет от приборов, от первичных приборов в режиме реального времени. Она нигде не задерживается, то есть она вся у нас актуальна. Среди актуальных цифр не только производственные и экономические показатели, но даже и экологические. Например, за мониторинг воздушной среды отвечают автоматизированные эко-посты. Располагаются они на границе санитарно-защитной зоны Осенцовского промоузла и позволяют в онлайне отслеживать состояние и качество воздуха на границе с жилыми кварталами. И это уже не столько о технологиях, сколько о заботе завода о городе и его жителях, ведь именно этому вектору, социальному, всегда следует компания «Лукойл». Более 60 наименований нефтепродуктов, востребованное сырье для нефтехимии практически всех отраслей промышленности, непрерывный процесс совершенствования технологий и внедрения нового оборудования, новации в управлении персоналом и сохранение лучших традиций в коллективе – это то, чем гордится сегодня «Лукойл Пермнефть Орксинтез». Да и многие пермяки могут сказать, что причастны к этим свершениям и этой нефтяной истории. В подтверждение тому такой факт – в архиве предприятия хранится почти 70 тысяч личных карточек работников, кому в разные годы довелось здесь трудиться. Это как население нескольких прикамских городов. А что будет дальше? А здесь мы позволим себе привести цитату легендарного руководителя предприятия «Лукойл Пермнефть Орксинтез» Вениамина Платоновича Сухарева. Ну а дальше что? Дальше только поступательное движение вперед вместе с индустриальным районом Пермью и всем пермским краем, как это и происходило последние 65 лет.